Впервые за 60 лет в коррекционной школе села Глиное меняют крышу. Ремонт делают на средства фонда КАП вложений. Подробности у Владлены Донковцевой. В коррекционной школе-интернате села Глиное меняют крышу учебного корпуса. Но сегодня утром рабочих мы тут не застали. Работе помешал дождь. Директор школы говорит, строители сделали бы все за месяц, но из-за непогоды сроки затянулись. Остатки плесени и облупившаяся краска. Так выглядит угол класса. Раньше во время дождя вода текла по стенам. Из-за этого здесь даже не проводят уроки. Помещение закрыто. Буквально в прошлом году залило. Мы залазили, смотрели с замдиректора по хозяйственной части. Причины найти не могли. Где-то затекало, мы даже не могли видеть. Вот результат. После того, как крышу починят, в классе сделают ремонт и переделывают его в кабинет музыки. В школе две лестницы на второй этаж здания. Одну из-за дождей тоже пришлось закрыть. С потолка сыпалась штукатурка. Ходить было просто опасно для жизни. Причина та же – дырявая кровля. Когда сильные дожди шли, заливало хорошо. Тут прям как дождь шел. Налезешь там в пролете. И когда таял снег, тоже. В коррекционной школе-интернате учатся дети со всего Приднестровья с 7 до 17 лет. На территории школы есть общежитие. В прошлом году по фонду Кап-вложений там тоже заменили крышу. А это здание столовой. На крыше видны белые пятна шифера. Его преподаватели поставили сами, своими силами, взамен старых листов, которые снесло сильным ветром. Сейчас одна часть крыши учебного корпуса уже как новая. Осталось перекрыть вторую сторону здания. Ее закончат к концу этой недели. После крыши рабочие восстановят пожарный резервуар. Тоже на средства фонда Кап-вложений.